приветствую уважаемые с вами эндрю браун и вы на канале путь режиссера и конечно же мы не будем сегодня изучать гитарное искусство потому что я толком не умею а поговорим мы сегодня о final cut pro и цветокоррекции непосредственно в этой программе меня многие просили об этом сравнении с davinci resolve как здесь работать с цветокоррекцией есть люди которые не хотят переходить на davinci или просто отдельным нём красить нет допустим нужды можно использовать final cut pro и как здесь работает цветокоррекция конечно же разница колоссальная и система работы отличается и инструменты конечно же и желательно чтобы у вас был обновлен final cut pro 10 максимально обновлен потому что те функции которые отвечают за цветокоррекцию как раз таки присутствуют в новых версиях поэтому сегодня мы поговорим подробно об этом можно уже начинать поехали какие встроенные инструменты цветокоррекции у нас есть переходим вот сюда треугольная иконка справа вверху и открываем меню перед нами предстоит color board это самая первая классическая позиция очень простая в использовании регулируется экспозиция тени свет насыщенность поправить баланс белого все это здесь можно сделать но конечно же естественно локальных изменений никаких нет color wheels это уже более расширенный функционал по тем же настройкам баланса белого экспозиции насыщенности тех или иных цветовых позиций что-то похожее есть premiere pro color curves кривые классика жанра еще со времен photoshop более технологически понятно для старой школы цифровой обработки скажем так потянуть красный канал или добавить контраста с кривой здесь все это можно реализовать далее мой любимый раздел это hue saturation кривые здесь уже вы можете локально изменять какой-либо тон цвета и его насыщенность также поиграться с параметром luminance который работает с приглушением или же наоборот добавлением в светлые темные участки цвета или света к сожалению здесь нет hls фильтра который помогает нам локально отделять кожу или бэкграунд и красить это все как в премьер про или аналог квалифайеров да винчи но с помощью плагинов вы можете конечно же это все расширить но сегодня мы говорим о базовых вещах поэтому давайте с использованием этих инструментов попробуем навести красоту для данного футажа было и стало это у нас конечно же не эталон технически правильного использования но вам нужно чему-то учиться и практиковаться в любом случае идеального не существует это лишь определенный взгляд на то или иное видео повествование поэтому поехали и так чтобы покрасить в данной программе нужен adjustment layer прозрачный слой который ложится поверх нашего основного футажа и применяет любые эффекты на него эти слои помогут выстроить структуру для коррекции по типу первичной цветокоррекции локальных изменений грейдинга и финального лука естественно давайте выстроим несколько и назовем их как-то и приступим первичный цвет корр можно сделать и в колор борде но также можно объединить все это со всеми сделать в color wheels например или добавить каких-то кривых в общем вы можете здесь экспериментировать как угодно помните что вам нужна картинка максимально похожие на то что вы видели в жизни чтобы потом все остальное ложилась правильно на ваш основной фундамент далее если не удалось выровнять что-то на первом этапе или вас не устраивает экспозиция в каких-то локальных участках то можно заняться как раз таки этими изменениями но опять же помните что в данном случае вас нет возможностей для того чтобы создать маску притречить ее вернее это все есть но это вручную и очень долго и вы просто забросите это дело и так поправили исходя из наших возможностей нам допустим все это нравится далее мы можем грейдить и создавать так называемый лук с помощью лутов или ручками все это мы можем накрутить допустим руками это может выглядеть таким образом берем хью и сатурешн кривые и идем в тона меняем небо допустим одежду что угодно добавляем контраст если нужно работаем с цветами кожи и прочее если же лутами работать то можно соединить несколько лутов в одну композицию тем самым вы берете лучшее из каждого и выстраиваете свой лук таким образом тут это реализовано допустим переходим в эффекты color custom load выбираем нужные и меняем параметр mix следующие и так продолжаем до финального необходимого результата вот так final cut я можно преобразить изображение без дополнительных плагинов ну что же друзья мы с вами изучили цветокоррекцию final cut pro если у вас есть еще какие-либо вопросы задавайте их ниже в комментариях ну а с вами был эндрю браун канал путь режиссера ставьте вот такие штуки если вам понравилось данное видео подписывайтесь на канал и следите за обновлениями до новых встреч